В своей речи Вы рассказывали про реформы, которые имели место после войны в Южной Осетии, которые значительно ослабили положение российской армии. В чем они заключались и кем они проводились? Они проводились с министром обороны и генеральным штабом во главе с начальником генерального штаба генералом армии Макаровым. А заключались в том, что новой армии был придан новый облик. В чем заключались реформы? Первое, что было сделано, это была разрушена существующая система управления вооруженными силами. То есть вот та система управления, которая включала в себя министерство обороны, генеральный штаб, военная и военная круга, армии, дивизии, полки и батальоны. Она была разрушена, были ликвидированы дивизии, были ликвидированы полки, значительно ослаблено управление армией. В управлении армией были полностью ликвидированы органы управления тылом, техническим обеспечением, отдел кадров, отдел организационно-мобилизационные комплектования. То есть управление армией, то же самое и в округах прошло. Аппарат управления, органы управления округами были значительно ослаблены и, на мой взгляд, они, в принципе, с трудом, особенно в армии, справляются с теми задачами, которые стоят. Была ликвидирована, как таковая важнейшая составляющая боевой готовности, мобилизационная готовность. Были ликвидированы даже органы управления, которые занимались этими вопросами. В результате сократилось большое количество офицеров. Более 150 тысяч офицеров в результате этих реформ было уволено из рядов вооруженных сил. Была полностью ликвидирована такая категория военнослужащих, как прапорщики. Они были тоже изгнаны, собственно, уволены из рядов вооруженных сил. И эта категория, она есть, в принципе, во всех армиях. Это унтер-офицерская составляющая. Она была ликвидирована. Армия осталась без тыла, без технического обеспечения. Все это возложено было на коммерческие структуры, которые якобы должны были заменить те военные структуры, которые существовали до этого. Было значительно сокращено количество соединений. Я уже говорил, вот сейчас у нас 100 бригад боевых и обеспечивающих различных. Из них 39 боевых. Это эквивалентно, если по старым меркам, не более 10 дивизий. То есть на всю нашу Россию остались вот эти, остались эти 39 бригад. Вот их боеспособность равна 10 уничтоженным дивизиям. Были снижены сроки службы военных. Вы знаете, сейчас солдаты срочной службы служат один год. Поскольку растягивается призыв, военкоматы тоже ликвидированы как военные структуры. И они сейчас стали совершенно гражданскими организациями. Они не способны даже выполнять те задачи, что они раньше выполняли. Ну много, много можно говорить о том, что сделано, но в результате всех реформ, не по моей оценке вовсе, а по оценке аналитиков НАТО, это же, это есть, можно найти эту информацию. Они считают, что наши вооруженные силы более не способны решать задачи даже в локальных конфликтах. Это их оценка. Оценка наших аналитиков сводится к тому, что армия разрушена так, как она была разрушена в 1917 году. Царская армия имеется в виду. И нет никаких планов ее восстановления, строительства. Такой вопрос. Как сказывается деятельность НАТО на ситуации на Северном и Южном Кавказе? Грузия, в котором в результате всех манипуляций и так далее пришел к власти сначала Саакашвили, а затем вот еще более антироссийская, вот сейчас меняет его руководство Грузии, она стремится в НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями. Значит, если там будут размещены войска НАТО, я уже не говорю о Южной Сети и Абхазии, но это угроза со стороны НАТО, прямая угроза для всего Северного Кавказа. Как складывается деятельность НАТО? Вот так она и складывается. Я вот сейчас, ну, более-менее спокойная обстановка в Чеченской Республике, может быть, благодаря тому, что на самом деле Робзан Кадыров пользуется большим авторитетом у своего народа, ну и сумел как-то восстановить там мир и относительное спокойствие, то остальные республики Северного Кавказа, Бурляты, Дагестаны, Кабардино, Балкарии и другие республики, вот. И то, что там действуют силы извне, у меня, допустим, нет никакого сомнения. Вот бесланские события, все, наверное, помните, я вынужден был, значит, оказаться участником этих событий. И когда началось расследование, вот, то при мне, в принципе, докладывалось руководство страны, я был на этом, где было напрямую сказано, что у следствия нет никаких сомнений о причастности западных спецслужб в бесланских вот этих событиях. Это напрямую. Чтобы что-то взрывалось, воевало и так далее, все это нужно финансировать. И если я считаю, что сейчас внутреннего финансирования, которое было в 90-е годы, когда, допустим, Березовский тоже напрямую финансировал боевиков чеченских через выкупы там и так далее, как уже, ну, фактически напрямую, такого сейчас нет, то, что извне, безусловно, деньги идут. И на финансирование этих бандформирований различных, я думаю, ни у кого в этом сомнений нет.